приветствую радиослушателей и телезрителей в эфире якутск сегодня в студии розалия ксенофонтова и сегодня мы поговорим о финансах как открыть эту тему для детей как начать с детьми говорить по теме финансов откуда берутся деньги как начать копить на свои желания и цели с чего можно начать разговор о деньгах нашей семье представляю вам с удовольствием нашего сегодняшнего гостя лада кириллина заместитель директора централизованной библиотечной системы города якутска лада добрый день добрый день библиотечная система города якутска уже не первый год работает по теме финансовой грамотности охватывает как взрослые такие детское население расскажите о том как вообще началась работа в этом направлении как вы уже заметили мы действительно с этой темой и в этом направлении работаем уже не первый год изначально с чего все начиналось давайте начнем с предыстории как вы все знаете библиотеки у нас изначально то есть издревле являются информационными культурными центрами для населения и естественно что когда к нам обращаются читатели задают вопросы какие-либо у них появляется спрос и конечно мы отслеживаем какие вопросы задают нам читатели и исходя из этого уже формируем так называемые тренды то есть те темы которые актуальны и именно на основании вот этих запросов как раз таки у нас и появилась мысль о том а не создать ли нам такой курс который поможет населению именно в оснащении данные в освещении данной темы потому что да вопросы от населения поступали мы поняли что это действительно вызывает интерес и потом нами уже была придумана онлайн-школа финансовой грамотности то есть у нас имеется своя отдельная страница можно с ней ознакомиться на сайте нашей библиотечной системы cbsekt.ru всех приглашаю на наш сайт ознакомиться потому что информации там очень много и вот там как раз таки есть раздел проекты и там есть раздел именно по финансовой грамотности финграм как мы его называем на котором у нас представлены все уроки которые уже вышли на текущий момент всего у нас есть это и уроки пожалуйста попрошу включить их это уроки для взрослого населения да то есть первоначально это было самое первое что мы разработали вот эти уроки они доступны абсолютно бесплатно причем когда вы заходите на наш сайт вы можете их просмотреть даже если вы не являетесь читателями нашей библиотеки эти уроки размещены как раз один из первых уроков да насколько я знаю и эти темы освещали не сами библиотекаря же да это у нас волонтеры финграмотности да все совершенно верно для кого-то 500 а может для кого-то миллион это очень мало на самом деле все зависит от той цели которой вы хотите прийти итак начнем если ваши расходы превышают доходы то соответственно расходы вам нужно сократить самый простой способ посчитать это завести таблицу excel или установить мобильное приложение свой телефон и ежедневно фиксировать свои траты практические советы которые применяют и может понять человек без образования финансового экономического специального да да верно мы постарались преподнести материал максимально доступным и понятным всем способом то есть вот эти уроки мы записывали для взрослого населения но потом мы поняли что в принципе над этой темой можно поработать еще и гораздо больше скажем так и что вот эти вопросы должны освещать точнее должны быть освещены не только для взрослого населения но и для наших малышей скажем так то есть в эту группу входит как младший школьный возраст так и школьники и студенты и в то же время если студенты например уже могут обратиться к нашим урокам которые выложены на сайте то получается что для школьников и для малышей материала на тот момент у нас не было вот и после этого нами было принято такое решение как они создать ли нам также проект который сможет заинтересовать именно ребенка чтобы ребенок тоже уже начал задумываться о том что такое деньги как и мир распоряжаться потому что в дальнейшем ему это очень понадобится и несомненно формирование вот но финансового финансового базиса до основа и начинается именно в детстве когда человек впервые на ребенок впервые у него появляются какие-то запросы в виде там купи конфета конфетку какую хочу телефон да вот он и как раз таки в наших мультфильмах именно эти вопросы и освещается то есть они представлены максимально понятно чтобы даже самые самые маленькие малыши смогли в них разобраться то есть в первой серии у нас рассказывается например что такое деньги что такое кошелек что можно на эти деньги купить и где то есть это самая основа с которой мы знакомим наших самых маленьких читателей давайте тоже посмотрим есть эти мультики у нас называется финансики и главные герои в этом мультике это у нас бельчата была и прошла знаешь о чем я мечтаю о чем я хочу новый телефон а еще компьютер последнего выпуска прошла у тебя же есть телефон и компьютер да но они уже старые а новые круче дети я принесла для нас книгу из библиотеки тут рассказано о семейном бюджете семейный бюджет а что это такое семейный бюджет это деньги которые мы родители получаем за работу и приносим домой все эти деньги мы тратим на еду одежду электричество и еще на летние поездки на море а мы недавно ходили в кино а еще в парке катались на аттракционах правильно но если не планировать расходы заранее то нам бы не хватило на все это денег не хватило бы а планировать это как смотрите прежде всего мы откладываем деньги на обязательные траты из нашего семейного бюджета обязательные траты это от слова обязательно это например оплата за свет за воду за тепло ваши карманные деньги интернет и конечно же продукты а если я хочу новый телефон а еще а еще компьютер планировать ты можешь сам запланировать покупку правда конечно вы можете тратить не все деньги а откладывать часть на запланированную покупку как мы с папой копим на наш летний отдых на море то есть я сам смогу купить себе телефон у тебя обязательно получится да действительно у детей сейчас очень часто бывают такие запросы когда хотят телефон последние модели да летом это всегда велосипеды самокаты и так далее то есть это всегда какие-то непредвиденные расходы о мультике объясняют очень доходчиво что за каждой покупкой следуют какие-то траты верно если какой-то отзыв аудитории да мы получили очень много хороших отзывов от наших читателей также по мотивам данного мультфильма у нас имеется еще и дополнительные проекты скажем так мы сегодня как раз таки принесли в студию пару журналов я с собой захватила чтобы показать вам о том как мы еще знакомим малышей с финансовыми вопросами скажем так у нас есть постоянная рубрика в местных журналах это колокольчик и чуранчик на двух языках на двух языках на иакутском на русском и здесь также можно посмотреть то есть представлены уже в виде комиксов где же наши любимые герои было и прошла то есть это наши дети белочки и наши самые основные герои и в мультике также еще присутствуют их родители мама и папа как мы выбирали героев то есть когда мы задумались о том что мы будем делать мультфильм то мы также и подумали о том а кого же мы там будем показывать и путем опроса в социальных сетях мы выяснили что оказывается большинство голосов было за то что чтобы выбрать героями белок так как белки как раз таки имеют такую ассоциацию как накопление сбора не подготавливают запасы на зиму и поэтому как таки у нас и получились и белые прошла и вот эти герои они опять же получили очень хороший отклик у наших малышей то есть они понравились и у нас пользуется популярностью как наши комиксы на обоих языках так и наши мультфильмы и кроме этого и совсем недавно буквально в этом месяце у нас вышла игра тоже по мотивам данных мультфильмов называется право-лево она ориентирована у нас тоже на младший школьный возраст и представляет собой викторину примерно так ее можно описать то есть там дается определенное количество вопросов и дети должны на них ответить всего мы хотим сделать уровней в этой игре 10 по количеству наших мультфильмов серии мультика пока мы сделали уже очень хороший первый этап скажем так первый уровень уже презентовали так что можно зайти на наш сайт посмотреть поиграть тоже оставить отзывы возможно какие-либо предложения что читатели хотят видеть в дальнейшем если игра только о финансовой грамотности или какие-то другие темы тоже затрагивает игра да мы решили в этот раз уже диапазон тем немножко расширить и там у нас представлены например такие вопросы как что такое конституция то есть вопросы правового характера опять те же самые основы с которыми должен быть знаком каждый гражданин нашей страны и также дается еще информация о том например что такое авторское право то есть вот потихоньку потихоньку мы малышей подводим к тому что они в процессе игры изучают такие вопросы ну мне кажется это даже получается на финансовая грамотность правовая грамотности в будущем если уже затрагивается такое понятие как авторское право да то плюс еще и информационная безопасность тема да 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 поиска информации да то есть это все будет затрагиваться когда планируется вот все эти десять этапов подготовить по игре максимально мы конечно планируем все этапы представить уже в следующем году то есть мы уже сделали первый этап полностью сейчас мы работаем над разработкой второго этапа и в следующем году мы постараемся уже в течение буквально чуть ли не каждый месяц два выпускать по новому этапу то есть работы здесь предстоит много но у нас очень хороший творческий коллектив который я обязана в котором я уверена и что они обязательно сделают все на высшем уровне игру нужно скачивать или играется онлайн все можно с игрой сейчас ознакомиться онлайн и также мы будем вот эту игру уже в качестве мобильного приложения запускать и в социальной сети вконтакте то есть можно будет как мобильное приложение тоже скачивать на телефон играть то есть сейчас наши зрители могут ну там семьей прямо поиграть до знакомиться с этой игрой на сайте cbt.ru вкладка проекты онлайн школы финансовой грамотности онлайн поиграть в нее влада еленична спасибо вам большое за уделенное время желаем вашим проектам чтобы они у вас развивались чтобы был хороший отклик чтобы расширяли расширялись эти проекты удачи вам вашим работникам и развитию финансика мы продолжим наш эфир продолжим на эту тему оставайтесь с нами не переключайтесь продолжаем наш эфир и представляю вам нашего следующего гостя графена миронова преподаватель регионального методического центра по финансовой грамотности по дисциплине финансы денежное обращение кредит графена добрый день здравствуйте расскажите пожалуйста поскольку мы сегодня говорим о финансовой грамотности именно в детском возрасте да как прививать правильное отношение к финансам деньгам ребенку с какого возраста вообще ребенка нужно ознакомить с темой финансов с каких сумм это можно начать делать но у нас тоже в нашем финансово-экономическом колледже в основном даже из года в год увеличивается количество студентов которые поступают после девятого класса это по возрасту десятиклассники на получаются и вот поскольку я у них тоже веду учебную дисциплину введение специальность финансы да и там как раз таки вот основу финансовой грамотности тоже изучаем и на основе вот обсуждения с ребятами я знаю что ребята тоже согласны с тем что когда ребенок впервые идет в школу в семь лет поскольку там уже нужны может быть денежные средства не только на проезд в некоторых случаях да но также и для столовой и поэтому ребята считают что неплохо бы значит вот подготовиться к этому моменту до приучать ребенка и уже вот начиная вот даже может быть ближе к семи лет или даже вот шести но у кого как получается да значит вот приучать ребенка значит вот ходить магазин и связи с этим вот получается вот у кого как зависимости вот в какой безопасной зоне вот находится этот продуктовый магазин да значит если это рядом может быть это шести лет ну вот ребята считают что можно было бы неплохо семи лет начать вы сейчас говорите о том чтобы ребенка например отправить одного ближайший магазин с каким-то заданием там купить что-то ну вот как правило это касается начаты именно в том случае когда вот но сельской местности там безопасно все свои давить и кроме этого значит вот в том случае если вот даже в городской местности там у нас во многих значит вот жилых комплексах на первом этаже магазин же имеется продуктовые и вот в этом случае тоже постепенно могут приучать ребенка вот так сказать вот самообслуживанию и основам финансовой грамотности чтобы он хотя бы знал вот давать 100 рублей и знал что значит настоящие деньги которые можно потрогать пощупать да и увидеть сколько стоит хлеб и при этом на какую разницу какую сдачу он должен получить и таким образом вот с первые шаги конечно могут начаться с этого вопрос семейного бюджета да ну бывает так что уже в осознанном возрасте даже уже создав свою семью через много лет семья приходит к тому что оказывается надо формировать такое понятие как семейный бюджет до планировать расходы всей семьи а можно ли ребенка включать в этот вопрос чтобы он тоже участвовал в формировании семейного бюджета ну вот это необходимость назрела современных условиях да потому что опять же как мы уже сказали да вот в семь лет ребенок идет в школу потом значит вот у нас уже после девятого класса это получается в 16 лет а может такое случиться что ребенок который вот в сельской местности вырос да и после девятого класса и после вот несовершеннолетний в 16 лет уже начинает отходить от своей семьи и поэтому к этому сроку конечно желательно чтобы родители позаботились чтобы этот ребенок который вырос такой вот особенной среде как бы такая розовая капсуля получается да потому что не секрет что в наших поселениях все друг другу родственники хорошо знакомые друзья приятелей и ребенок вырастает вот в такой среде и начинает общество воспринимать как будто бы все люди хорошие люди и что вот без особых таких вот без учета денежных потоков что можно и таким образом жить даже вот в студенческом общежитии так и поэтому значит вот когда уезжают после девятого класса это для родителей самих же значит будет очень ну во первых ради у родителей же обязанность как бы до ответственность чтобы ребенка подростка подготовить ко взрослой жизни и если они начнут об этом говорить о семейном бюджете и что такое вот доходы расходы и как каковы могут быть ситуации вот насчет вот когда необдуманные значит покупки могут привести вот каким вот ситуациям когда деньги совсем закончились и в общежитии такие же студенты тоже у которых постоянно не хватает денег да где занять где что делать это конечно большая проблема и к этому надо приучать то есть еще и нужно открыто говорить о финансовых затруднениях которые возникают в семье предположим да что сейчас нам вот но не купить там новый телефон предположим давай начнем копить либо у нас приоритет сейчас такой-то но дело в том что все дети сейчас очень ранимые да и эмоционально психологически очень неустойчивые конечно связанные с этой с ограничениями пандемии такими неопределенностями это все усиливается поэтому все зависит конечно от ребенка тут родители сами решают да но однако даже сами подростки с которыми я работаю вот 16-летние да они сами говорят что было бы очень хорошо если бы мы об этом знали изучали имели бы представление начиная прямо с 12-13 лет они так и сами предлагают вот подростки 16-летние было бы начать изучать эти понятия уже с 12-13 лет это все таки открытый разговор о бюджете семьи это все равно больше плюсов чем минусов потому что да тут надо смотреть с другой стороны говорите вот 12-летнему ребенку конечно адаптировать конечно прямо говорить что денег нету что у нас вот большие финансовые проблемы или большие задолженности но тут наверное нужно альтернативу какую-то предлагать давай начнем там как-то копить например да поэтому родители знают своих детей да и все зависит конечно индивидуально иные дети это могут воспринимать как вот такой вот шок поэтому тут родители конечно сами лучше знают как эти беседы организовать в школах сейчас изучается вопрос фин грамотности какие-то уроки финансовой грамотности но вы знаете что школах значит имеются в таких школах как гимназии лицеи да имеются такие пред такие гимназические классы и они значит вот все-таки какое-то направление специализации выбирают и поэтому там имеются дополнительные часы как бы выбирают дисциплины по выбору и в рамках этих дисциплин по выбору школам дается возможность и эффект в том числе сделали от них много зависящего да по части подготовки и переподготовки курсовой подготовки учителей школ для ведения вот дисциплин по выбору по финансовой грамотности и второй способ значит это вот порционно разделами модуль на включать такие учебные дисциплины как математика да алгебра и так далее потому что в рамках федеральных государственных образовательных стандартов даже вот оге и еге элементы экономических задач уже включены знаю что у якутский финансово-экономический колледж очень много разных мероприятий для детей школьного возраста проводят можете вот немножко подробнее рассказать о том что проводится для детей ну во первых значит вот проводится ну во первых мы сказали что подготовка учителей школ значит планово планомерно сотрудничаем высшей школой экономики и проходя там курсовые подготовки сами преподаватели да значит вот получаем свидетельства и по их материалам проводим вот эти курсовые подготовку да и кроме этого для школьников проводим различные вебинары проводим различные деловые игры дистанционные и кроме этого значит вот существуют такие ресурсы которые разработаны значит банком россии и также министерством финансов российской федерации это вот сайт значит финансовая культура это банка россии а также сайт мои финансы . рф и ваши финансы . рф это сайт министерства финансов и там очень обширный информационный ресурс там можно и игры найти и значит периодически ежегодно проводятся все российские онлайн финансовые зачеты на котором у нас вот все первокурсники у нас вот проходят по дисциплине финансы денежное обращение кредит вот массово прямо на занятия проходят эти онлайн зачеты финансовые зачеты и кроме этого значит вот выступают волонтерами по организации участия школьников на онлайн уроках финансовой грамотности потому что там чтобы регистрироваться электронно да и заполнять весь и электронный электродок но электронный документооборот с банком россии с их платформой по онлайн урокам это нужно очень грамотное заполнение и значит вот все это своевременность по срокам и поэтому без их помощи без помощи студентов тоже вот организовать широкое участие школьников республики было бы затруднительно и вот в этом отношении наши студенты значит понимая и поддерживая значит вот финансовое просвещение тоже стараются принимать участие и кроме этого ежегодно проводятся у нас значит вот где-то два раза значит семейные фестивали финансовой грамотности инстаграм у нас имеется тоже специальная страница на которой вот публикуются материалы кстати этот фестиваль семейной грамотности он охватывает очень большое количество разных мероприятий разных мастер-классов встреч и так далее даже и по зум и на сайте можно все это посмотреть у вас все хранится поэтому призываю всех зайти на этот сайт и посмотреть фестиваль семейная грамма фестиваль семейной финансовой грамотности присоединяйтесь к этому большому движению повышайте уровень своей финансовой грамотности со всей своей семьей с детишками и я благодарю вас за ваше уделенное время мы продолжим наш эфир оставайтесь нами не переключайтесь мы продолжаем говорить о финансовой грамотности о том как и прививать ребенку и как начать с ним говорить на эту тему представляю вам нашего следующего гостя это юлия смольникова ведущий библиотекар смарт-библиотеки 203 города якутска юля добрый день здравствуйте в начале выпуска мы говорили о том что как раз таки якутская cbs работает по проекту онлайн школа финансовой грамотности в рамках этого проекта выпускает мультфильмы финансики даже выпустили игру право-влево да на который затрагивает тему как финансовой таки правовой грамотности как вы охватываете детей более старшего возраста да вообще когда изначально появились финансики встал вопрос о том чтобы охватить ребят более старшего возраста потому что конечно формат мультиков им будет уже не так интересен и им нужно более глубокие знания финансов и поэтому наши специалисты совместно с региональным центром компетенции решили что формат марафонов онлайн обучения подросткам подойдет больше всего и поэтому вот осенью этого года был запущен наш первый продукт для подростков это курс финансы я в рамках как раз школы тоже финансовой грамотности это проекта направлен для учащихся 8 11 классов вообще мы сначала написали о том что это проект для школ города якутска да чтобы посмотреть вообще какой будет охват и мы увидели что заявки подают из улусов да потому что тоже очень интересно как это будет проходить вот но активными участниками нашего марафона были более 50 ребят они заходили на платформу нашем сайте выполняли задания которые были предложены задания были тестовые были творческие задания в общем достаточно разные и это был такой марафон на вылет то есть ребята которые набирали больше всего баллов проходили в следующий этап и получали следующие задания каждого был свой личный кабинет он получал определенные задания да 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 и получается раз в неделю ребята заходили выполняли задания и потом эти задания оценивали с нашими экспертами ребята проходили на следующий этап а какие это примерно были задания ну вообще и были тестовые задания то есть они должны были посчитать там количество процентов выручку выгоду даже решить они могли представить себя в роли человека у которого есть магазин да какой-то бизнес решить какие-то задания на подсчет финансов да на терминологию то есть правильно ли они понимают вообще термины финансовые и были задания достаточно творческие например ребята описывали свой финансовый план они представляли себя уже взрослым человеком решали как какой сферой он будет заниматься такая зарплата у него будет какие у него будут обременения сколько денег он будет тратить на еду и вот это вот все человек расписывал то есть он уже понимал как делается свой финансовый план и в будущем когда они уже будут студентами взрослыми людьми им это в принципе не составит труда у нас вот шесть ребят стали победителями финансового марафона они получили призы ну и как сами ребята сказали что они ждут следующих проектов чтобы тоже принять в них участие потому что эта тема очень интересная то есть прошло пока только прошло только пока одно мероприятие нет вот еще у нас был курс лекций да тоже бесплатные лекции для ребят которые уже занимаются или только планируют заниматься бизнесом мой первый бизнес интересующиеся вообще предпринимать до деятельностью то есть может быть уже ребята в рамках школьного бизнес инкубатора уже что-то свое делают да что-то продают возможно они только думают в этом направлении и вот прошел курс лекций там ребята узнали вообще с чего стоит начать из чего вообще цена образования происходит и какие кредиты существуют да для именно для предпринимателей да что такое бизнес инкубатор как туда попасть какие меры поддержки от государства от россии от республики вообще существуют и как ими можно воспользоваться какие платформы у нас есть а кто проводит эти занятия вот наши наши партнеры до центр региональных региональный центр компетенции по финансовой грамотности республики саха якутия и они как раз при приглашают своих экспертов приглашают своих партнеров это и центр мой бизнес это и практикующие бизнесмена наверно да 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 сфере да то есть ребята в принципе могли послушать задать вопросы у нас был чат с руководителями да они тоже получали ссылки на прошедшие занятия то есть в принципе они могут потом пройти еще раз посмотреть когда уже им это будет например актуально в данный момент в начале вы сказали что планировалось только для учащихся города якутска но в период приема заявок да подключались и районные школы вот сейчас например может быть кто-то нас из образовательных учреждений тоже районов республики слушает и куда они могут позвонить может быть написать чтобы быть в курсе предстоящих каких-то мероприятий присоединиться да вообще все афиши да мы публикуем на нашем сайте smart библиотеки также у нас есть номер телефона 31 85 80 по нему всегда можно позвонить сказать что они интересуются темой финансовой грамотности мы можем запланировать какой-то курс лекции или открытое мероприятие для класса для параллели для школы да ну смотря по количеству детей да и по заинтересованности то есть для того чтобы ребята уже смогли как бы уже с нами пройти также у нас планируется на следующий год большое мероприятие для всей республики для ребят которые как раз тоже интересуются бизнесом или уже что-то свое начали делать потому что на самом деле это уже не редкость когда школьники становятся предпринимателями если открыть немножко занавес то что это будет за такое большое мероприятие ну пока мы наверное сильно не будем анонсировать но хочу сказать что это будет конкурс бизнес проектов то есть ребята будут действительно по взрослому защищать свои бизнес проекты рассказывать о том что они хотят делать это не просто какие-то планы да когда он пришел и поделился это будет презентация это будет защита с обучением конечно да сначала мы расскажем вообще как это все делается и потом ребята уже будут действительно представлять свои проекты и уже пытаться их продвигать в будущее да может дорого финансирование вот давайте сейчас мы перейдем к тому когда родитель хочет начать знакомить ребенка там младшего возраста либо уже подростка с темой финансов с чего он может начать вообще у нас как раз ну вы говорили о том что у нас есть портал школа финансовой грамотности да там на этом портале очень много всего не только для детей но и для родителей то есть родители сначала сам может посмотреть информацию да и попробовать ее уже потом передать ребенку ну и так как мы библиотека мы конечно советуем рекомендуем родителям самим изучать книги по финансовой грамотности и начать детей тоже приучать к этой теме например я вот хочу показать несколько книг они вот эти книги которые здесь с нами они наши местные до якутские книги ну вот это вот по крайней мере эта книга которая выпущена алмаз ркинг банком называется приключение рублика книга очень такая для младшего детского возраста да она для младшего детского возраста но я думаю что как раз вот таких книг да они очень простые давайте покажем они очень простые они содержат какие-то задания до небольшие не сложные ну чтобы ребенка не напугать красивые иллюстрации есть как раз ребенок младшего возраста да посмотрев эту книгу может понять о том какие валюты в мире существуют откуда берутся деньги какие деньги существуют да у нас есть монетки какого они достоинства то есть вот это вот все кто живет в кошельке там да есть раздел то есть вот это все как раз в этой книге есть эту книгу можно одолжить в библиотеке да можно одолжить библиотеки можно наверное узнать даже в школьных библиотеках возможно они тоже там есть. Ещё одна книга, которую, наверное, сложно будет найти на прилавках магазинов, но легко найти в библиотеке, это книга Арсена Томского. Она тоже очень хорошо иллюстрирована, она на якутском языке, и она рассказывает о том, как достигать своих целей, как двигаться, ну, на примере, соответственно, самого Арсена Томского, его биографии, как вообще от идеи к действию, что нужно делать, потому что действительно, ну, его биография доказывает, что не нужно обладать большим каким-то капиталом финансовым, да, просто нужно правильно его использовать, когда он у тебя появляется. Тому тоже очень такая хорошая, интересная книга. Ещё один бестселлер, у меня его с собой нет, но наверняка многие о нём слышали, это «Пёс по имени Мани» Бодо Шефер, да, это книга о том, как, ну, вот, в формате того, как пёс общается со своим хозяином, и он учит его, как правильно использовать деньги, что такое финансы, куда их можно вложить, что с ними вообще делать. Ну, тоже такая очень легко написанная книга, которая подойдёт ребятам, наверное, среднего школьного возраста. Ну, говорят, что эта книга даже не сколько... Она детская, но советует прочитать и взрослым, которые только начинают интересоваться вообще темой денег, упорядочивать свои расходы, доходы, да, с этими статьями разбираться, и полезная для, ну, человек любого возраста. Да, да, вообще взрослые, которые только начинают интересоваться темой финансов, в принципе, подойдёт детская литература, потому что там все вот эти понятия, они как раз достаточно простым языком и рассказаны. И то есть, если родитель читает вместе с ребёнком, он тоже узнаёт что-то новое, что-то своё, может потом обсудить с ребёнком, могут как-то, ну, играть, начать, да, в формате игры, материал закреплять, например, да, как это в тех же финансиках показано. Ещё одна книга, тоже очень хорошая, «Богатый ребёнок, умный ребёнок», Роберт Киосаки, автор, ну, достаточно такой противоречивый автор, многие на него уже так не очень хорошо смотрят, но, тем не менее, книга для родителей и для подростков, очень хорошая, он хорошие примеры приводит о том, как вообще, как идти к своей цели, как ничего не бояться, может быть, стоит рисковать. То есть, на самом деле, книг очень много, можно в библиотеку обратиться, и можно сделать подборку замечательную именно для вашего возраста. Ну, и напомню, что те, кто не имеет возможности подойти, например, в библиотеку, вы можете всегда скачать Литрес, если вы зарегистрированы в библиотеке, то вы, как читатель, можете совершенно бесплатно запрашивать в библиотеке электронные книги, читать, слушать их, и, да, найти целый, получается, раздел «Финансовые грамотности», там будет целая подборка таких книг. Юля, спасибо вам за уделённое сегодня время, мы сегодня говорили о финансовой грамотности, читайте, образовывайтесь, повышайте уровень своей финансовой грамотности, и благодарю за то, что вы сегодня были с нами. Спасибо.